Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иова, и сегодня мы будем делать обзор девятой главы этой книги. Христианские экзегеты уточняют, что в этой и следующей главе звучит ответ Иова на речь Вилдада, в которой он говорит с почтением о Боге, со смирением о себе и с чувством о своих бедах. То есть, несмотря на резкость речи Вилдада, Иов не поддался на этот провокационный тон. Но в прямом ответе на слова Вилдада, на самом деле, нет ни одного упрека в адрес друзей. Он как бы понимает, как бы догадывается, что вот то, что они видят, то, что они знают, не позволяет им иначе оценить ситуацию. Ведь он и сам не может до конца понять, сам Иов, почему все это с ним происходит. Иов мудро придерживается основной линии вопроса. Он, не критикуя начавшего обсуждения, не позволяет себе его обвинить в чем-то. И что мы видим в этой главе? «Основы доктрины о Божьем правосудии» – это второй стих. «Ее доказательства, основанные на мудрости, силе и верховном владычестве Бога» – с 3 по 13 стих. «Прикладное значение, говоря о котором, Иов осуждает себя, ибо не способен состязаться с Богом ни в законе, ни в битве». Это с 14 по 21. Что значит прикладное значение? Он применяет эти знания к себе. То, что на еврейском языке называется «даат», то есть личностное постижение. Далее. «Отстаивает точку зрения, что мы не вправе судить о характере людей по ситуации, в которой они оказались». То есть это серьезная ошибка, если мы выносим приговор людям именно по той ситуации, в которой они оказались. Об этом с 22 по 24 стих и окончании этой главы с 25 по 35 он сетует на исключительность своих бед. На смятение, в котором пребывает, и на трудности с выбором правильных слов и действий. Ну, как бы сейчас сказали бы, он даже не может нужные слова подобрать. Итак, первая тема – основы доктрины о Божьем правосудии. Мы читаем первый и второй стих. «И отвечал Иов и сказал, «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом». Святитель Иоанн Златоуст пишет, какой смысл выражают эти слова? «Знаю, правда, говорит, что нечестивые погибают, а праведные не погибают. Видишь, что он нисколько не осуждает Бога в несправедливости». То есть Иов, он как бы еще не понял, в чем суть его нечестия, но у него нет сомнений в Боге, в том, что его правосудные решения, они всегда верны. И в книге пророка Даниила, 3 глава, 27-28 стих, мы находим такие слова, обращенные к Богу. «Ты праведен, ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твоей истины, и пути Твои правы, и все суды Твоей истины. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас и на святый град отцов наших Иерусалим. «Потому что поистине и по суду навел Ты все это на нас за грехи наши». Книга Даниила, 3 глава, 27-28 стих. То есть не бывает случайностей. Если что-то происходит с отдельно взятым человеком или целым народом, «Будем ли мы обвинять Бога, почему Он это сделал?» Лучше сказать, «Ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами». Далее, с 3 по 13 стих говорится о том, что ее божественной правосудности, доказательства, основанное на мудрости, силе и верховном владычестве Бога, проистекает от авторитета Бога. И читаем 3 и 4 стих. «Если захочет вступить в прение с Ним, если кто-то захочет вступить в прение с Богом, то не ответит Ему, то есть не найдет слов, чтобы что-то высказать Богу, то не ответит Ему ни на одно из тысячи». То есть Бог всегда может превознестись над любым нашим раздражением, нашим несогласием. 4 стих. «Премудрый сердцем и могуч силой, кто восставал против него и оставался в покое». То есть Бог бесконечно превознесен в силе и могуществе, и нету того, кто бы становился богоборцем и потом оставался бы в покое. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Премудр сердцем и могуч силой справедливо сказано, ибо, будучи премудрым, он, Господь, совершает тысячи благодеяний. Если же ты сомневаешься, человек, давайте исследуем это. Когда он, Господь, произносит тысячи слов, мы не можем возразить ни на одно». А где можно услышать тысячи слов Бога? Это Библия. Каждый ее стих, тут тысячи слов Бога, и мы ничего не можем возразить против этого слова. «Когда он, Господь, произносит тысячи слов, мы не можем возразить ни на одно. Посмотри на слова любомудрия, ибо поскольку этот праведник говорил, что праведный будет во благах, о каком праведнике идет речь? Ибо где найдется праведник пред Богом, который возразит на одно слово из тысяч? Об этом говорил и пророк. «Бог не оправдается перед тобою ни один из живущих». Псалом 142, 2 стих. И еще. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит?» Псалом 129, 3 стих. «Бог сотворил человеческую природу ради чего?» Только из благости, как и все прочее. Мир ради человека, как и все прочее ради него, человека. Он дал заповедь, человек ослушался, затем он, Господь, дал закон, тот человек снова ослушался, затем он, Господь, послал сына, тот опять не послушался, затем он, Господь, даровал покаяние, тот опять не послушался, он, Господь, пригрозил гиеной, тот опять не послушался, почему он, Господь, хотел спасти его, то есть человека. Хочешь, чтобы мы рассмотрели пример самого Павла, послушай, что он говорит, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Это Павел говорил о себе, ведь он был гонителем христиан. Первое к Тимофею, первая глава, 13 стих. Затем, после призвания, он, то есть Павел, засвидетельствовал, сколького он удостоился попечения и промысла. Конец цитаты. Все не случайно. Бог контролирует все, и добро, и зло в жизни каждого из нас, как бы взвешивая на руках своего правосудия. Но Бог действует всегда с позиции двух своих имен. Славяно-русское слово «Бог», по-гречески «феус», по-еврейски «элгим» означает «меру правосудности», божественное «нет» человеческому греху. И славяно-русское слово «Господь», греческое «кириус», еврейское «яхви», означающее «меру милосердия», божественное «да» человеку. У Бога как бы две руки, правая и левая. Божественное «нет» и божественное «да». Но в божественном «да» всегда присутствует божественное «нет». Как в божественном «нет» всегда присутствует божественное «да», когда мы видим, что эти два имени встречаются. Господь Бог, Господь Бог, Господь Бог. То есть Яхвы, Элогим. И мы читаем далее с 5 по 13 стих. Он, то есть Бог, передвигает горы и не узнают их. То есть Он может изменить любой ландшафт. Он превращает их в гневе своем. Превращает, то есть меняет, искажает, переносит. Далее, 6 стих. «Сдвигает землю с места ее, и столпы ее дрожат». Кстати, книга Иова считается одной из самых поэтических книг Библии наряду с Псалтырию и Песню песней. «Сдвигает землю с места ее, и столпы ее дрожат». Далее. «Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. «Сотворил Ас, Кисиль и Хима». Это звезды на небе. «И тайники юга». Экзогеты, кстати, до сих пор рассуждают, почему называются именно эти три звезды. 10 стиха ниже. «Делает великое, неисследимое и чудное, без числа. Вот он, Господь, пройдет предо мною, и не увижу его, ибо он все наполняет, все проницает и невидим. Он пронесется, и не замечу его, возьмет, и кто возбранит ему, он может взять наше благополучие, взять наше здоровье, нашу жизнь. Бог законодатель, но он не связан никакими законами. «Кто скажет ему, что ты делаешь?» Бог не отвратит гнева своего. То есть его не остановят слова. «Что ты делаешь?» «Пред ним падут поборники гордыни». Гордыня – это страшный грех. Это уподобление дьяволу. Есть люди, которые в своей гордыне, в безумном надмене, они даже бросают вызов Богу. И смотрите, что пишет святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, это его гамилия на книгу Иова, иначе эта книга называется «Моралия на книгу Иова», на 13 стих, как раз вот на эти слова. «Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни». И Папа Григорий пишет, «Род человеческий, закрывшись от внутренней радости в результате греха, утратил очи разума, так, чтобы перестал понимать, куда направляется разум шагами заслуженных наказаний». То есть человек, который впадает в состояние греха, это некий ступор, который лишает его ощущения радости в самом себе. Далее Папа Григорий пишет, «Часто он, то есть такой человек, принимает за гнев то, что является благодатным даром, часто принимает за благодать суровый гнев Божий. Большей частью он считает благодатью дары добродетелей, но, будучи возвышен, такими дарами совершает падение. Чаще всего он боится гнева, как обратной стороны испытаний, но, находясь под давлением этих испытаний, он с большей осторожностью восстает на охрану добродетелей. Кто же не сочтет, что он приближается к Богу, когда видит, что возвеличен сверху такими дарами, как дар пророчества, как дар обучения или способность исцелять? Потому часто разум, убежденный в надежности своих добродетелей, поражается стрелою неожиданного греха, ибо противник строит козни. Тогда разум навечно отдаляется от Бога тем же самым способом, которым он на время приблизился к нему без должной осмотрительности. Деяния Творца всегда должны быть почитаемы без обсуждения, потому что они никак не могут быть несправедливы. Действие Бога – это закон, и при этом Бог сам не связан никаким законом. Далее Иов осуждает себя, ибо не способен состязаться с Богом ни в законе, ни в битве. Это с 14 по 21 стих. Он как бы капитулирует перед Богом. Он как бы говорит, кто я такой, чтобы спорить с ним. С одной стороны, он как бы не может до конца понять, а почему все это с ним произошло. С другой стороны, он не готов и к тому, чтобы спорить с Богом. Ибо богобоязненность отличает этого человека, особенно в тот момент, когда он говорит, Бог дал и Бог взял, да будет он благословен. И мы читаем с 14 стиха ниже. «Тем более, могу ли я отвечать Ему и приискивать себе слова перед Ним?» Это в общении с человеком мы можем приискивать себе слова, выражения, которые можем использовать, но не в том случае, когда мы собеседуем с Богом. «Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего». То есть даже с позиции своей человеческой, мнимой правды, человеческой справедливости мы не можем бросать вызов Богу, почему ты нам все это попустил, почему мы, наш народ, терпим это, это, это. Бог знает, почему и для чего. Он все это нам попускает. Нам остается только умолять судью нашего. Он судья, потому что он взвешивает все наши поступки, но в нем милость превозносится над судом. 16 стих и далее. «Если бы я возвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но присыщает меня горестями. Если действовать силою, то он, Господь, могущественен, если судом, кто сведет меня с ним, имеется в виду в Сангидрине, в суде, в Синедрионе, если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня». Человек не выше Бога, и сами правила логики даны ему от Творца. «Если я невинен, то он признает меня виновным. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою». То есть он осуждает свою человеческую невинность, он осуждает свою человеческую внешнюю, показную непорочность, человеческую праведность, о которой пророк Исаия, а точнее Господь через пророка Исаия скажет. Вся ваша праведность, как запачканная одежда. И сейчас мы опять возвращаемся к морали на книгу Иова, святителя Григория, двоеслова Папы Римского. Он комментирует 14 стих. Я прочитаю его снова. «Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним?» Папа Григорий пишет. «Как если бы Иов прямо говорил так, если тварь, не обремененная плотью, не может уразуметь Бога». О чем он пишет? О твари, которая не обременена плотью. Об ангелах. «Если тварь, не обремененная плотью, не может уразуметь Бога», то есть ангелы не могут его постигнуть, «то как я», то есть я, обремененная плотью, «могу обсуждать суды его, будучи стеснен грузом, бренности?» И как часто слова Божие для нас есть суд его нашим делам. Действительно, когда мы читаем Священное Писание, Слово Божие, мы обличаемся, осуждаемся этим откровением. Папа Григорий продолжает свои рассуждения. «Но с Богом человек словами своими говорить не может, он не может подобрать слова, ибо не может быть уверенным в своих делах, при том, что суд Божий всегда верен». Потому и к месту добавляет, здесь Папа цитирует Иова, «Если даже окажется во мне праведность, не стану отвечать, но стану молить судью моего». Ну, как Исаия, пророк, и сказал, что вся наша праведность, как запачкана одежда. Папа Григорий двоислов подводит, как бы черту под этими словами. «Ибо, как мы часто говорим, любая человеческая праведность оказывается неправдой, если ее судить строго. Потому в делах праведных надлежит молиться». То есть опять умолять. Здесь конец цитаты Григория. «Ибо действительно наша праведность, как запачканная одежда». И мы читаем пророка Исаию, 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас». Далее с 22 по 24 стих Иов отстаивает точку зрения, что мы не вправе судить о характере людей, не то чтобы Бога, мы не можем даже судить о характере людей по ситуации, в которой они оказались. Ну, кто-то оказался беженцем, кто-то переселенцем, кто-то в реанимации лежит, кто-то посажен в тюрьму. Нам не дано право суда. 22-24 стих. «Все одно, поэтому я сказал, что Он, Господь, губит и непорочного, и виновного». Все умирают, и праведные, и неправедные. Если этого поражает Он, Господь, бичом, вдруг, то есть неожиданно, то пытки невинных, посмеивается, то есть радуется, ибо это возвышает невинных, и оказывается наградой для них. 24 стих. «Земля дана в руки нечестивых, лица судей ее Он, Господь, закрывает». Лица судей ее Он, Господь, закрывает. Он видит их нечестие и лишает их права быть судьбами. Если не Он, то кто же? То есть кто может управлять этим миром, кроме Бога? Ведь по праву Творца Он единственный собственник во Вселенной. И действительно, Бог промышляет о всем творении, и о праведных, и о неправедных, о непорочных, и виновных. Как сказано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 45-48 стих. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных, на неправедных, и будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть стяжать божественное бесстрастие, одинаково хорошо относиться ко всем людям, это и означает уподобиться Богу. Иногда нам кажется, что действия Бога бывают справедливы или несправедливы, хотя бы внешне, или распознаются нами как зло для нас, или добро для нас. Но в этом мире Бог одинаково контролирует и добро, и зло. У пророка Исаии 45 глава с 5 по 7 стих сказано «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня, я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это, все в его руке, все его попучением, все с его согласием». Иов сетует на серьезность своих бед, действительно, мало кто из людей сразу получал вот так по полной программе, на смущение, в котором он, Иов, пребывает, на затруднение с выбором правильных оценок того, что с ним происходит. Он не может понять. Об этом с 25 по 35. Читаем с 25 и ниже. «Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра». Гонец – это тот, кто доставляет какую-то весть. «Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюся, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным». В сравнении с Богом, в глазах Бога, который даже в ангелах усматривает недостатки, мы все как прах и пепел, и нет среди нас большего или меньшего. Самый лучший из нас и самый худший – это как бы движение амплитуды, крыла, комара. 29 стих и ниже. «Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь?» Он восклицает. «Почему смерть не обрушилась на меня, если есть безусловная вина? Хотя бы я омылся и снежной водою» Снежная вода считается наиболее чистой. «Хотя бы я омылся и снежной водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь». Что значит «в грязь»? Не Бог оскверняет нас, Бог показывает нам, что очистив тело, мы не можем очистить собственную душу, ибо очищение души – это одно средство – кровь Иисуса Христа. «Хотя бы я омылся и снежной водой, совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь», то есть в мою собственную грязь, «и возгнушаются мною одежды мои», то есть «захочу ли я одевать чистые одежды на тело, которое, хотя и вымото, но оно осквернено грехом, ибо Он, то есть Господь, не человек, как я, чтобы я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд, нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Как припираться с Богом? Нет среди нас посредника, а посредник должен быть и Богом, и человеком одновременно, иначе он не смог бы стать посредником между Богом и родом человеческим, и таким является только Господь наш, Иисус Христос, о котором сказано в Библии, един ходатай и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас, руку свою, пробитую гвоздем, после того, как Господь Иисус вознесся на небеса и воссел одесную Бога Отца, Бог Отец смотрит на мир через раны своего Сына и видит нас не просто прощенными или помилованными, но оправданными кровью Иисуса Христа. И тогда я буду говорить. То есть полноценный разговор с Богом возможен после искупления кровью Агнца. И тогда я буду говорить и не убоюсь его, потому что он раскроет свой лик как Отец, ибо я не таков сам в себе. А это о чем? Учитель церкви Тартулиан пишет, что душа каждого человека по природе своей христианка, и человек чувствует, что должен быть посредник между Богом и нами, и он должен быть и Богом, и человеком одновременно, чтобы соединить несоединимое в себе самом, божественное, человеческое, небесное и земное. В православной толковой Библии говорится, посредника между Богом и Иовом нет. Впрочем, равный суд, обеспечивающий ему возможность доказать свою невиновность, может состояться и под тем условием, если Господь на время прекратит страдания, перестанет быть его врагом. и вот об этом более подробно, это 23 глава с 3 по 7 стих этой же книги. И мы прочитаем этот отрывок из 23 главы книги Иова. «О, если бы я знал » заветного, она христианка, «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями, узнал бы слова, какими он, то есть Господь, ответит мне, и понял бы, что он, то есть Господь скажет мне, неужели он в полной мере, в полном могуществе стал бы состязаться со мною, о, нет, пусть он только обратил бы внимание на меня, тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего». Во Христе и со Христом милость Божия превозносится над судом, милость и суд встречаются и лопызаются. Как может суд и милость встретиться и облобызаться? Суд это прокурор, который справедливо обвиняет нас за наши грехи и преступления и требует возмездия. А когда мы говорим о божественной милости, это адвокат, это действие благодати, которое защищает нас и оправдывает нас, становится жертвой за нас, несет грехи и преступления за нас, так, чтобы правосудие было бы божественное, удовлетворено божественным милосердием, милосердием, каковым и является Господь наш Иисус Христос, милость всем мирам. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы сделали обзор девятой главы книги Иова. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем изучать десятую главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. субтитры, 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 Продолжение следует...